Совсем скоро начнутся летние каникулы, и многие дети и взрослые поедут отдыхать. Кто-то к бабушке в деревню, кто-то на море, а кто-то будет путешествовать по нашей столице. А красивых и интересных мест в Минске очень много. Но куда же пойти с ребенком погулять и как выбрать правильный маршрут? В этом родителям поможет разобраться новое изобретение. Интерактивная анимированная карта «Открой Минск». Первооткрывательной карты ждет более 200 мест отдыха и развлечений. Театры, парки, спортивные комплексы. Уникальность этого путеводителя в том, что дети и их родители смогут виртуально пройти по основным достопримечательностям города, в которых есть описания, фотографии, местоположения, а в некоторых случаях и 3D-панорама. Да, потрясающе! Но самое главное, информация в карте предоставлена так, что ребенок сможет без труда найти нужную ему цель. А красочно анимированный интерфейс сделает изучение познавательным и увлекательным не только для детей, но и для взрослых. А воспользоваться картой смогут и зарубежные гости, так как она доступна на трех языках – русском, белорусском и английском. Сегодня в пресс-центре Белта представители госком имущества, белокартографии и компания-разработчик расскажет представителям СМИ о всех возможностях этого проекта и о дальнейших планах по расширению функций интерактивной карты. Вместе с вами радуемся, что из аналоговой плоскости белокартографии, как мы сегодня убедились, сделан такой большой и очень важный шаг в реальность виртуальную. Наверное, в основе мотивации есть желание связать жизнь человека с реальным миром. Хоть мы работаем, наша разработка лежит в плоскости, дополненной виртуальной реальности, но мы хотим, чтобы человек при помощи наших инструментов выходил из виртуального мира в реальный. Для этого, конечно, надо показать ему все особенности, все возможности этого реального мира, все интересные места, время для досуга, развития, где он может встретить новых друзей. 200 объектов — это каркас, который может показать функциональные возможности нашей карты. Мы не можем сразу все объять и сделать качественный продукт. Только через диалог с целевой аудиторией, с детьми мы можем создать что-то ценное. Анимацией персонажей занималась наша команда. В основу анимированных персонажей была взята графика, которая разработала белокартография, и которую мы можем увидеть в печатных изданиях. Но мы решили их оживить, и около 13 персонажей, они у нас ожили. Я думаю, что мы вас еще удивим, то есть там у нас еще будут селфи-маски с этими персонажами в мобильном приложении. Анимация должна хорошо сработать для того, чтобы можно было действительно в Минске иметь какие-то интересные фотки. Да, разработчики убедили и окончательно заинтересовали своим проектом. Ведь это же круто, что при помощи этой интерактивной карты ты сможешь не только не заблудиться в городе, но и стать самым настоящим экскурсоводом для прежних родственников и друзей.